Всем привет, с вами Игорь, сегодня продолжаем строить наш народный тепловой насос, сегодня будем говорить о защитах компрессора, ну в основном компрессора там больше это нечего и защищать, ну можно еще насос защитить перекачивающий, ну у кого есть насос, у кого-то нет может, вот, ну кто первый раз может смотрит мое видео вот это, у меня на канале там есть плейлист, все про тепловой насос, там я рассказываю как его сделать полностью подробно, все в деталях, останавливаюсь на каждой детали теплового насоса отдельно, 9 серий там, самое дешевое отопление называется, так что смотрите, я оставлю ссылку в описании. Итак, защиты, какие должны быть хотя бы по минимуму что должно быть, защита от пропадания и появления сразу электроэнергии, это когда свет пропал и сразу появился, вот, и компрессор он успеет остановиться, а стартануть он сразу не может, он просто будет гудеть, ну и гудеть он будет пока не сработает, там внутри его есть терморелев стоит в голове компрессора, ну о нем немножко позже. Вот, я уже это пробовал, экспериментировал, так включал и выключал, то он стартануть может аж когда уравняется давление в испарителе и в конденсаторе, то есть он не может стартануть из-за того, что перед ним, то есть после него по ходу движения фреона очень высокое давление, вот, и это он не может пересилить вот это вот давление и стартануть, поэтому когда уже немного там стабилизируется давление в системе, оно перетечет через ТРВ из конденсатора в испаритель и примерно будет уже одинаковое давление, ну это должно пройти минут 10-15, тогда он может опять запуститься, чтобы он не запустился сразу, то есть не пытался запуститься, потому что он не запустится, он будет просто гудеть, я сделал на основе вот такого вот контактора, ну вообще если вы думаете автоматизировать свой тепловой насос, то без таких вот контакторов вам не обойтись, вот, и на базе, у меня их два стоит вообще-то, ну сейчас сначала я расскажу теоретически, потом пойдем посмотрим, как у меня это все практически реализовано, вот, вот этот вот контактор, два, один включает насос, один компрессор, по отдельности мне надо так, я потом объясню, вот, и катушку мы пропускаем, ну тут 4 силовых прохода и на катушку, вот здесь вот мы пропускаем, ну у меня и фаза и ноль пропускается через контактор, чтобы не было там фазы или нуля при выключенном сети, при выключенном напряжении, чтобы не было у меня фазы там где-то на насосе, не висело или на компрессоре, я поэтому я выключаю все, и фазу и ноль, отключаю, вот, получается что, я катушку включил вот здесь вот А1, А2, а здесь А2, да, то есть три входа, два одинаковых и один вход там, вот, и что получается, я один провод подключил на прямую, на прямую катушку, а второй я пропустил через силовой проход, через силовой, вот это то, что отключается, что отключается, отсюда вывел и уже подключил на второй контакт катушки, что у меня выходит, выходит то, что если вот пропадает электроэнергия, срабатывает пружинка, электромагнит не держит, вот это вот, ну это поламанный контактор, откидывает пружина вот эту вот движущуюся часть, контакты все размыкаются, все размыкаются, размыкаются и силовая часть, и управляющая, то что идет на катушку, и при появлении электроэнергии внезапном сразу, оно уже, катушка не сработает, потому что контакт разомкнулся, все, пружинки отскочили, и катушка оказывается уже разомкнутая, то есть, чтобы мне его включить, надо прийти и нажать вручную на вот эту вот кнопку, тогда она только начнет работать, вот, вот такая защита, как по мне, то она нужна, ну не хочется испытывать жизнь, как бы сколько он там будет гудеть, вот, я не пробовал сколько он будет гудеть, и когда он выключится, я ее успевал всегда выключать вручную, ну в своих экспериментах, так вот включал и выключал, вот, поэтому я поставил вот такую вот штукенцию, чтобы вот исключить вот такую вот возможные проблемы, это несложно сделать, совсем просто, проводок просто пропустили и все. Вторая защита, которая нужна, защита от перегрева компрессора, ну вот мы уже подошли как раз вот этому вот термореле, который в самом компрессоре есть, в голове компрессора, вот, насколько я знаю и понимаю, там просто стоит биметаллическая пластинка, которая при нагревании, там, оттопыривается и размыкает сеть, цепь, размыкает. Вот, эта пластинка, насколько я читал, вот на форумах, там, она рассчитана в основном как раз вот на такой случай, первый случай, который мы поставили, да, защиту, когда компрессор не может запуститься, он на него подается напряжение, ну, по каким-то причинам, или он только что выключился, или какие-то другие причины, там, может, заклинил сам этот механизм роторный, там, насосной части, или что-то еще другое, и он так вот погудит, и эта пластинка срабатывает, и он выключается. Вот, и эта защита заводская, она в основном рассчитана на это. Рассчитана ли она на перегрев, вот тут неизвестно, хотя я не доводил до, в экспериментах своих, до такой температуры компрессор, чтобы он выключился по заводской защите, потому что там защита рассчитана на 120 градусов, примерно, это для газа R22, вот, и доводить, ну, надеяться на эту защиту, я бы не советовал, потому что, ну, 120 градусов, это как бы уже работа на пределе, это максимум, не надо доводить до такой температуры, там, хотя там и лак стоит, термостойкий специальный, на обмотках и все такое, но это уже, как бы, чересчур доводить до такой вот температуры компрессор, чтобы он выключился. Поэтому я поставил обычный терморегулятор, китайский, на Алиэкспресс, там, за 70 или 80 гривен, такой, как у меня стоит на коллекторе солнечном, тоже, тоже такой же самый, он стоит копейки, и настроил его на свою защиту, на выключение, еще вот здесь, вот, я, кстати, убил сразу двух зайцев, я обезопасил этим терморегулятором перегрев компрессора, то есть исключил его, плюс, я так примерно рассчитал, что, ну, надо не с того, наверное, начать, есть такая зависимость между температурой компрессора и температурой в системе отопления, это связано с тем, что у нас с температурой давление взаимосвязаны, поэтому, когда, можно так сказать, когда температура в системе отопления такая-то, то температура компрессора такая-то, то есть прямая линейная зависимость, вот, Это от того, что температура в системе отопления растет, растет давление конденсации, компрессору тяжелее качать, он меньше прокачивает через себя пара фреона, больше нагревается. Вот эта зависимость, она линейная, и по этой зависимости я так заметил по своему тепловому насосу. Можно судить, если у меня температура вот такая, то значит в системе отопления столько. И на этой основе я сделал выключение моего теплового насоса по температуре в системе отопления, то есть заметил, какая мне нужна в системе отопления максимум, чтобы и был коп хороший, и тепло в доме, и какая соответствует температура компрессора, этой температуре в системе отопления. И настроил терморегулятор вот этот, который от перегрева одновременно, меня защищает, и на выключение теплового насоса в целом. То есть двух зайцев убил, как бы одним терморегулятором. Эта, вот такая вот защита, она вообще, от перегрева компрессора, она вообще вас защитит от многих-многих проблем или сбоев в работе теплового насоса. Потому что практически все поломки или сбои в работе ведут к перегреву компрессора. Даже если взять утечку фреона тоже, это довольно распространенная поломка, распространенная может быть, то это тоже приведет в итоге к нагреванию компрессора и выключению по терморегулятору, по перегреву. Так что я же говорю, практически все поломки ведут к перегреву компрессора. Поэтому эта защита нужна. И надеяться на заводскую, та, что там внутри компрессора настроена на 120 градусов, я бы не надеялся, лучше поставьте свою и настроить ее до 90, максимум до 100 градусов. Ну 120 это чересчур, я считаю, что это для компрессора нехорошо, если он выключится сам по перегреву, по своей заводской защите. Дальше, какая еще нужна защита от пропадания воды в испарителе, то есть от пропадания движения воды, когда у нас поломался насос, например, скважинный, клапан там не держит, ну много, в принципе, причин может быть. И у нас перестал протекать вода. Тоже тепловой насос должен выключиться, иначе он просто заморозит испаритель за пару минут, и начнется сам греться компрессор, потому что ТРВ начнет закрываться больше, 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 так как фреон нормально не испаряется, его хронически не хватает в компрессоре пара фреона, он не может охлаждаться компрессор, и компрессор тоже выключится по перегреву. Но доводить до заморозки испаритель не стоит, у меня, правда, этой защиты еще нет, еще нет. Ну, я и включаю, правда, вручную пока что, выключается он уже сам автоматически, я уже сказал как, а выключаю я еще пока что вручную, я потом объясню почему. Вот, вот такие вот защиты нужны. Я думал, там есть на Алиэкспресс такие врезные, как бы, патрубки, датчики протока воды, но его врезать надо, там непонятные резьбы, как его врезать, там, это надо место искать, где разрезать трубу, там, все такое. Короче, нашел я на том же Алиэкспресс бесконтактный датчик воды, там такая белая штукенция, цилиндрик такой небольшой, и с куском провода, и все, больше там ничего нет, и не здорово он стоит. Он реагирует на воду через стенку, не только проводящую стенку. Вот, он, кстати, так и называется, Алиэкспресс бесконтактный датчик воды, или что-то такое. Вот, главное, чтобы бак, труба, или куда вы ее прицепите, не были металлическими. Полиэтиленовые трубы, какие-то пластиковые, другое, все это, он работать будет нормально, он как бы чувствует воду за этой вот трубой. О, и у меня есть место, там такое, на испарителе, где уже при выключении насоса скважиного, вода уходит во вторую скважину, и там пусто в трубе. О, когда включается насос, там наполняется водой. О, я ее туда прицеплю, то есть не надо ничего резать, но я это когда закажу, он приедет, я потом его еще покажу, этот датчик, как он выглядит, как ее прицепил. Ну, мне кажется, это так проще всего бесконтактный, ничего резать не надо, врезать, никакие трубы разрезать, ну, проще всего так. Так, ладненько, вроде бы все я рассказал по теории, сейчас пойдем посмотрим, как оно у меня практически реализовано. Так, вот мы возле моих автоматов защиты теплового насоса. Итак, что это такое, и как оно работает? Вот это провод подходит в сеть, электрическая сеть 220. Здесь оно ответвляется на два автомата, то есть у меня отключается вот этими двумя насос, я включаю, а вот этими двумя компрессор теплового насоса. Почему на две я разделил, потому что мне нужно, чтобы сначала включился насос, поэтому я и пока что еще не сделал автоматическое включение, из-за вот этой вот проблемки, что мне надо, чтобы сначала включился насос, перекачивающий воду, стабилизировалась температура, прокачал он испаритель, потому что бывает, если холодно в веранде, вода в испарителе, та, что стоит в испарителе, сильно остывает, а у меня со скважины плюс 11. Сначала стабилизируется, прокачивает насос, там примерно минуту-полтора, стабилизируется работа, температура в испарителе воды, входит, так сказать, в рабочий режим, ну и фреона, соответственно, в трубе, а потом я включаю компрессор. Вот этот вот контактор отвечает, включает за насос, вот этот компрессор. Кстати, как я организовал подогрев компрессора, вот он включенный, вот эта переноска фильтра, она подключена вот сюда, то есть она всегда работает, это у меня включены, здесь вот в резетку термометры, и подогрев компрессора, он всегда включенный. Вот, как он, сейчас я выключу, вот, как он работает, этот подогрев компрессора, вот вилка, и один провод идет напрямую, на шнурок, сейчас покажу, как я шнурок намотал, вот мой шнурочек, вот здесь вот он, частично намотанный, ну практически весь он вот здесь, я и утеплил, это подогрев картера, он тянет там 30 ватт, такой подогрев, ну, хорошо работает, зато у меня всегда, вот, температура компрессора, 37 градусов сейчас, хотя он уже давно не работает, то есть у меня компрессор, всегда на старте тепленький, так, как это я реализовал, один провод я пустил напрямую, подогрева компрессора, а второй, разорвал, и вот здесь, вот я сделал такую пластину, это с какого-то реле, пластинка, и вот здесь вот, в эту кнопку, просверлил отверстие, вот, просунул медную проволоку, припаял к ней провод, и вот здесь оно замыкает, вот, сверху, вот так вот, то есть, когда включается компрессор, вот эта кнопка уходит вниз, вот, видите, она ушла вниз, контакт размыкнулся, вот, и подогрев компрессора выключился, когда выключается компрессор, это все уходит вверх, опять замыкает, вот здесь вот контакт, работает опять подогрев компрессора и на эту пластинку я еще там снизу капнул немного этого припоя оловянного обычного припоя чтобы был хороший контакт вот этой меди вот поэтому тут вот даже если вот сейчас он работает видите даже нет совершенно искры при размыкании маленькая мощность плюс медь олово контакт хороший поэтому никакого искрения здесь нет так вот так вот у меня оно реализовано все да вот мой терморегулятор который я рассказывал он настроен на выключение компрессора там соответственно какая мне надо я его могу подстроить подрегулировать на любую температуру выключения вот и одновременно он у меня предохраняет и компрессор от перегрева и выключает тепловой насос на нужную мне температуру в теплоаккумуляторе и в системе отопления вот как это все выключается я уже объяснял то есть катушки вот эти вот последовательно включены разрыв катушки на вот это вот термореле реле оно разрывает цепь вот этих вот катушек включения и выключает весь тепловой насос то же самое произойдет и при выключении электроэнергии эти все отстрелятся и выключится все это вот как то так оно и работает пока что это все на что я додумался вот еще додумаюсь как сделать включение теплового насоса автоматизировать его тогда будет уже он у меня вообще автоматически работать но сейчас он у меня пока что работает вот так вот но я думаю понятно тут все особо ничего и вот этот насос включается это компрессор это напряжение отсюда идет на этот контактор компрессора отдельно этот на контактор насоса скважинного тоже отдельно то есть я могу включить или выключить отдельно компрессор и скважинный насос а катушки еще раз повторюсь управляющие подключены через вот это реле вот один провод пропущен через это реле то есть реле размыкается выключаются эти катушки выстреливают вот эти штуки рабочие механизмы пружинки и все это выключается одновременно ну вот как то так как то так вот еще у меня нет правда защиты от пропадания воды тепловом насосе думаю поставить вот здесь вот у меня перед краником вот здесь вот такое место что тут воды сейчас нет сейчас здесь нет воды вот когда она будет появляться он будет работать датчик приклею тут просто этот датчик воды и все чтобы он срабатывал на отсутствие воды в испарителе вот но это когда приедет уже датчик я уже покажу как ее приделаю защита от пропадания воды это тоже нужна такая защита вот у меня ее пока что нет вот как то так если что-то кому не понятно спрашивайте в комментариях не стесняйтесь все расскажу объясню всем отвечу все всем пока до следующих видео